всем привет вот я решила сегодня снять впервые разговорное видео на фоне природы я надеюсь посторонние звуки не будут нам мешать немного будут наверно но я надеюсь что меня будет хорошо по крайней мере слышно целый день сегодня был сумасшедший ветер вот он немножко угомонился я все-таки решила снять это видео потому как дома у меня все никак не могу найти нормальный фон чтобы поснимать ну а здесь как бы на отдыхе сам бог велел как говорится красота вокруг я надеюсь ничего так глобального нам не помешает итак видео будет посвящено теме вождения здесь в америке как я получила права это был запрос были ли у меня права в украине и как я здесь получила права у меня не было прав в украине и здесь я получала права абсолютно с нуля я бы их вообще не получала я не собиралась водить машину никогда в общем-то все время боялась но жизнь заставила водителя у меня своего нет а здесь только с машиной без машины никуда поэтому сейчас я расскажу я выписала себе подсказку листочек расскажу как основные как бы ступени получения прав здесь если у вас их вообще никогда не даже если были то же самое в принципе значит как бы три ступени можно сказать сначала получения ленин перми то то есть сдаете правила вождения проходите тест дальше проходите пятичасовой сейфите курс курс по безопасности или как бы в обучение вождения тоже он как-то так называется и третий этап сам тест вождения волны прибили ли сюда плывет не знаю я выписала чтобы ничего не упустить и так чтобы получить ленин пермит ленин пермит это такая карточка уже как как права она удостоверяет вашу личность и в принципе вы можете с ней водить машину но в присутствии сопровождающего которого уже есть официальные права опыт вождения чтобы получить этот ленин пермит кстати можно получить точно так же но он драйвер пермит пермит просто как карточку для удостоверения личности вашей для это в принципе сдавать правила не надо но тоже нужно идти в этот же офис по моему платить тут те же самые деньги и так для того чтобы получить ленин пермит вам должно быть 16 и старше если вам меньше 18 то вы должны прийти сопровождение либо своего родителя либо какого-то взрослого кто поручительствует за вас и это взрослый должен будет за вас расписаться в анкете которую вы будете заполнять для получения прав значит принести доказательства своего возраста и своей личности либо паспорт либо какое-то из-за свидетельства рождения если вы американец в моем случае это был паспорт загранпаспорт украинский принести social security карту это точно уже говорила в предыдущем видео либо пред предыдущим ну короче говоря вам нужно если у вас нет social security номера social security номер то типа идентификационного кода по нашему вам в любом случае нужно пойти администрацию social security и получить письмо смотрят и получить письмо письмо что у вас нет этого номера и вы можете как бы получить права и без него эта справка действует в течение 30 дней то есть в течение 30 дней вы должны учить эту справку письмо это и пойти уже непосредственно сдавать тест в демби демби это motor vehicle deep department то есть отдел моторизированных средств вождения так можно сказать но я буду его называть демби так тут уже начались мошки как не одно так другое значит и заполнить аппликацию для прав я оставлю вам сайт нашего нью-йорка ского демби я думаю может быть если какие то есть отличие для других штатов то незначительные все равно процедура тоже вот этот аппликация называется mv44 если это кому-то важно дальше пройти нужно глазной тест либо вы проходите в профессионалы приносите заключение либо вы проходите прямо его на месте уже во время оформления этого ленин пермита и оплатить фи оплатить значит уже оплату за получение пермита плюс получение уже владельских прав в нью-йорке это стоит в нью-йорк штате нью-йорк это стоит 6425 от 64 4 до 67 50 для города нью-йорк и для нескольких еще областей в штате нью-йорк это сумма может быть на 10 долларов примерно выше дальше написать тест значит чтобы выучить эти права вы можете зайти в мв взять методичку как бы ну сам книжечку чтобы получить провалил вы можете также зайти на сайт и в на сайте уже тоже есть все эти разделы по что то есть разделы по правилам и на сайте даже есть тесты которые вы можете пройти онлайн но эти тесты никуда не заносит вы просто как бы себя тренируете можно пройти сколько угодно раз чтобы себя проверить вот эти вот тесты также эти книжки и издача тестов может быть в штате нью-йорк на четырех языках испанском английском русском и китайском дальше получение прав после того как вы получаете ленин пермит эту карточку она в принципе даже выглядит похоже как права вы ее значит также носите это удостоверение вашей личности будет вы ее носите у себя в кошельке где угодно и вы уже можете водить машину но в сопровождении человека который имеет уже права по моему как минимум два года но в любом случае который уже с правами и вы должны будете тренироваться на своей машине вы также тесто будете сдавать тоже на своей машине на имеющийся но либо и на своей либо там если вы с родственником тренируетесь на машине родственника важно то что вам не будут предоставлять машину для сдачи экзаменов вы приезжаете на своей машине на ней же сдаете сдаете этот экзамен значит люди ходят постоянно при этом когда вы учитесь водить машину не должно быть пассажиров особенно малолетних пассажиров то есть если вас остановит полиция и у вас будут пассажиры в машине особенно дети то это может быть чревато чем-то не очень приятно значит в начале я училась с денисом денис кстати к тому времени был наверное год только за рулем но тем не менее мы находили большие парковки возле магазина в вечернее время уже чтобы не было там машин вот у нас например городе мы знали такую парковку где практически пусто и для начала я как бы по этой парковке несколько дней так чтобы основное там где тормоз где педали где что включить выключить вот это первое время так училась на парковке дальше как бы в своем городе и за конечно за городе никуда не выезжала и в конце концов не наш друг предложил помощь то есть денис оставался с детьми дома я ездила уже с нашим знакомым он меня сопровождал с правами и все я была за рулем и тогда он уже зная где могут быть где может проходить этот тест который уже мы сдавали с настоящим проверяющим вот то есть я их ездила примерно по тем улицам где уже должен проходить будет тест и значит основное было это по-английски называется 3 point turn то есть разворот да в обратную сторону дальше параллельная парковка тормозить нужно правильно ну как бы не резко и вовремя ну все таки основополагающие при вождении вещи для людей меньше 18 их конечно должен должен сопровождать взрослый и они должны как минимум 50 часов наездить при этом из них 15 часов после заката то есть в темное время суток и как минимум 10 часов под heavy traffic то есть по загруженным скажем так во время трафика во время час пик или как это еще назвать и не знаю вот так что мне эта помощь очень пригодилась мы выезжали даже за город не было ужасно страшно потому что у меня не прав нет ничего наш даже один раз остановила полиция за мой 3 point turn именно потому что ну мы заехали на такую глухую улицу и тренировались делать этот разворот и полицейский оказывается стоял в кустах мы его не видели он нас остановил и видимо потому что ну как бы мы прям перед его носом подъехали разворачивали в обратную сторону может быть он подумал что вы от него убегаем я не знаю в общем у нас остановил взял только проверил права моего друга и мой пермит все было в порядке у нас отпустил пожелал удачи в сдаче теста дальше нужно записаться на пяти часовой курс по безопасности это происходит либо если вы еще ученик школы хайс хайскул есть так называется хайскул эдюкейшн как-то называется этот предмет драйверы что-то такое либо в ков в колледже в колледже если вы учитесь в колледже есть эти предметы его нужно взять пятичасовой этот курс либо вот как для меня например просто постороннего человека есть у нас такое как бы школа для взрослых или что-то такое называется после сутом эти курсы можно как бы сессиями они идут там каждый месяц раз проходит этот курс вот два дня по два с половиной часа я ходила получила сертификат мне кажется он тоже был платный этот курс вот не помню насчет оплаты но если был то недорого по долларов 30 он стоил если не ошибаюсь я сейчас не буду брать по моему он тоже платный после того как вы получили сертификат вот с этого safety курса вы в течение года должны сдать на право если в течение года не сдаете на право вы опять должны будете проходить этот пятичасовой курс вот после часового пятичасового курса мы сразу записались нет я вру по-моему я записалась уже этот год подходил концу когда записалась на тест ваш по вождению но мой муж записывался сразу неважно в общем после как у вас уже есть сертификат по этому курсу вы записываетесь на сдачу теста бывают очень длинные очереди машина едет люди идут бывают очень длинные очереди на именно на тест по вождению поэтому мой муж по моему ждал или месяц или два я ждала дней 10 или две недели вот как раз вот в эти две недели меня и учил мой друг кататься потому что у меня уже была паника вот значит нужно записаться тест по вождению проходит бесплатно можно пересдавать если вы в первый раз не стали можно признать второе в третье четвертый ну пока не стечет год после пяти вот этих вот часового курса но по моему уже последующие если я ошибаюсь последующие сдачи уже идут плата полом по 10 долларов за раз я знаю людей которые сдавали по одиннадцать раз и по моему каждый четный раз они платили по 10 долларов кажется так мне повезло сдалась первого раза вот и мне выдали справку какую-то бумажку которая должна была носить вместе со своим ленин перми там в кошельке то есть это уже считается что права у меня уже были но и в течение там недели или двух я уже по почте в конверте получила настоящие права водительский вот в принципе вот в принципе и все что у меня и вообще у всех происходит на этом тесте чтобы получить права мне повезло я с первого раза сдала и письменный тест и водительский тест письменном тесте набрала по моему да я забыла сказать что когда вы сделаете письменный тест там форме теста то есть вопрос о мне уже свет поменялся не очень лучшую сторону да но я заканчиваю письменном тесте всего 20 вопросов из них вы должны ответить минимум на 16 если вы отвечаете на 16 вы проходите это было в то время когда я сдавала ему уже сдавал сейчас я прочитала на сайте деньги что достаточно уже ответить на 14 вопросов то есть вообще упростили и действительно это достаточно легко все по книжке все легко пару вопросов не попалась которых не было в книжке но как бы можно додумать либо уже по опыту зная там не конец некоторые знаки так что еще ну вот в общем то и все что я знала по этому поводу рассказала вам мой опыт внизу под видео я оставлю ссылку на сайт dmv штата нью-йорк вот если вы знаете английский вы прекрасно можете всю эту информацию взять оттуда там просто исчерпывающую информацию вот и все всем хорошего настроения всем успехов в вождении получения права всем пока